по статистике моей мастерской 50 процентов на том на чем мы зарабатываем деньги это бытовой инструмент в бытовой я отношу вот все что мы можем заточить вот на этих грубо говоря там трех-четырех контракт то есть это тесар это про 2 это gmt и там например частично еще full drive как бы я использую да ну то есть когда появляется инструмент у нас отрабатывается но как бы в голове фантазия и мы начинаем бегать относительно станков это хирургические они участвуют в операции это хирургические они участвуют операции вот это изогнутые вот это это просто обычные бытовые то есть они режут пеленки распашонки то есть до бинты снимают гипсы как бы они вот у них вот это вот это и кусачки и плоскогубцы и молотки и то есть когда они вот эти приносит нам артефакты то есть ты на них смотришь и такой думаешь мать моя женщина что же вы с ними делали какие инструменты по госту больница может вам отдать то есть вот это стоит на первом месте то есть здесь не надо никаких сертификатов там не надо никаких лицензий ничего дальше заточка ампутационных ножей примерно что-то похожее на очень большую опасную бритву это все легко это тесар все обычный стандартный нож ничего не надо выдумывать остеатом да на что похоже зубила да не несложно просто несложно 250 300 рублей мы за это берем в зависимости от длины режущих кроме это я просто говорю о том что медицинского инструмента простого очень много и он у них сейчас лежит ведрами вот прям реально они вот так их приносят ставят говорят на только заточи потому что либо не выделяется деньги на покупку нового либо бывает так что сами эти главврачи приходят за наличку за свой счет просто это дело дальше кюретка квет гинекологическая у меня здесь есть я попросил чтобы купили то есть вот такой вот продукт который на втором месте после хирургических ножниц которые отдают по количеству да вот она здесь она вот есть больше и меньше бывает очень маленький кюретки гинекологическая ну то есть я сейчас не буду вдаваться подробно что не делают но в общем чистят и самое главное это как бы инструмент который по принципу заточки пушер то есть пушер это единственный инструмент когда я говорю на обучении который после заточки притупляется вот здесь режущая кромка должна быть притуплена ну то есть протираем желательно все то есть вот здесь я проверяю как вот он не царапает но тем не менее я также чувствую что он гребет чуть-чуть тянет кожу но не царапать то есть вот это как раз и не нужно вот и здесь обязательно должен быть вот этот вот как бы пробить ну то есть он видимо вот за счет этого прогиба причем они сказали что пользуются от середины вот этой вот больше вершины чем низами понятно да я передаю конечно ну как бы еще раз вернуть хирургическим ножницам то есть здесь получается что мы зачастую когда их получаем как вот я их люблю обзывать и и говорю да то что это артефакты то есть они ржавые они убиты они все вот мы их первые первое время мы их просто восстанавливаем эту геометрию когда мы их восстановили причем ну чтобы вам понимать например когда с больницей заключаешь контракт она покупает не количество заточенных ножниц она покупает количество заточек в год то есть у нее получается 1000 заточек а ножниц всего 150 и она к тебе каждые полтора месяца их носит и то есть и получается их зачистил обработал сделал там вышлифовку если надо да там ну короче все 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 и потом ты уже получаешь нормальные хорошие ножницы по крайней мере целый год пока они к тебе их носят ты затачиваешь нормальные ножницы проходит зима мы ждем следующего контракта все тоже я пришел в больницу прям вот с медсестрой я говорю можно задать вопрос почему хватает 150 мало мы их не успеваем ну мы их помыли посушили как бы докинули в автоклав достали унылые г как бы ну и пошли а там же под наркозом не все и потом я его собираю то есть в процессе сборки он ну автоматически срезает относительно друг друга заусенец и проверяю ну как правило там за ногтями кошачьими не бегаю да там за собой я беру просто зубочистку еще ну вот такая вот ровная она получается то есть без завалов и практически без расширения много информации но я вам передаю именно свою информацию которая выжимка из вот отфильтрованной силы опыта работы вот эти мне нравится работать все таки больше то есть положили приподняли 35 градусов больше не надо но опять же это все примерно зажали провели вот с этим понятно то есть я делаю общую как лыжники и сноубордисты мы делимся на два класса то есть одни уверяют в том что только чугунная плита и ничего кроме этого и вот мы все те кто привыкли работать на скорости на планшайбе то мы как бы вот неправильно все делаем соответственно мы те кто работаем на планшайбе мы более толерантны к ним потому как мы все-таки используем чугунную плиту и мы за коммерческую заточку и за ускорение процесса заточки как таковой и и То есть что я делаю? Восьмерка До однородного пятна контакта Используем всю поверхность плиты Не трем в одном месте, это обязательно 20 на 14 Я сейчас закину Вот комбинированная заточка продемонстрирует После каждого подъема переворачиваешь на 90 градусов Так будет намного эффективнее Это ваш Спасибо Саша, это аккуратно Давайте все лайк сделаем Задать вопрос, вам понравилось? Да Вы много для себя узнали незнакомого? Только честно, много незнакомого? Даже те, которые приезжали ко мне на обучение? Это до вас только дошло, господа Я вам все это говорил Я вам все это говорил Я вам все это 여기 Кто самый лучший ПОМО pregnancy ПОМА feet Промагна Девушки У млек